Сегодня я вернулась с Эдельцы опять, откуда я приехала. Поселили меня на пару дней в квартире одной. Я за два дня должна найти и жильё, и работу. Сегодня должна обзвонить всех, узнать завтра, как бы последний день. И я думаю, у меня получится. Как бы приехала я сегодня из Стрыкова. У меня закончился контракт. Я решила приехать. Ну, в общем, я запланировала, уже неделю планировала. Нашла вакансию, договорилась и сегодня съехала в Лодь. Так получилось, что вакансия, ну, как бы, действительно там очень много. Ну, в общем, меня обманули, обдурили, наебали, всё. Короче, деньги собрали. Ладно, то на дорогу. А там ещё каупсы, короче, взяли. И объявление совершенно другое, то, что мне говорили. И куча таких неприятных моментов с жильём. То, что нужно было подготовить той женщине, которая давала мне объявление. Она его не подготовила. Получается, что я стояла перед хозяином, краснела, договаривалась. Короче, и такая ситуация, что я просто от усталости, я застула. И, как бы, и звонит мне такая тётка, вызывает срочно в офис, подписание документов. Я, не соображая, вылетаю из жилья. Ещё пытаюсь найти у прохожих, спрашиваю, где находится эта улица. Короче, полная наебаловка. Я сказала, что я приеду завтра в офис. Она говорит, нет, ты сегодня. Короче, пока я была где-то там вдалеке от Лодзи, всё, короче, шло прекрасно. Всё со мной были нормально. Писанина была такая. Пока я, до тех пор, пока я не приехала в Лодзь. И тут началось, как бы, поменялся тон. Начали грубить. Начали что-то ещё говорить такое. И начала сверять о действительности. Она о действительности, она совершенно не сходится. Иллюзия с действительностью. Короче, я полный лохотрон. И я такая, в таком полушоковом состоянии. Пишу, звоню своему водителю, говорю, возвращайтесь, забирайте меня. Я еду обратно в свою деревню. Короче, я не хочу, у меня, как бы... Хорошо, чтобы мне денег хватило. И то это были последние. Вот, я собирала, конечно, на своим детям. Надо им было помочь. Короче, надо локата. Пришлось эти деньги использовать. Вот, приехала на последних деньгах в Седальце. Меня вот по... Ну, моя подруга встретила меня. Позвонила своему знакомому. И меня вот на пару дней поселили в квартире. Тут, возле ЖД вокзала в Седальце. Я в полном шоке, в полном ахуе. Короче, не знаю, что произошло. Хорошо, что исход... Такой... Счастливый исход получился. В общем, я тут почти как дома у себя в Седальце. Вера как будто вернулась домой. Всё, у меня хватит уже путешествий. Конечно, хотела я в Лодзе в театр поступить. Ну, у меня всё, меня наивали, короче. Поэтому никакого ни поступления, ни работы, ничего. Вот вернулась домой в Седальце. Теперь завтра пойду пробиваю там одну работу, договариваться с хостелом. И буду потихоньку съезжать отсюда. Дом, милый дом. Я вернулась обратно домой. Хорошо, что всё хорошо закончилось. Пойду в селе себе чего-то кушать. В общем, я в полном шоке. Тут ещё мой папа позавчера умер. Так что мои родители там в Крыму. Мама сегодня в похоронном бюро. Вот. И тут плюс ещё мои новости с этой ебальней, с этим Лодзем, с этой Кауицей. Короче, полный пиздец. Так что так.